Музыка Привет зритель! Я тут что-то полдня помирала и вот вместо твоего, что напланировала сегодня в итоге вот у меня ни черта не вышло но у меня случилась пюрешка фруктовая сейчас я камеру поверну вон там оно у меня там было 3 банана сколько-то ложек красной смородины сок смородины, который отек от смородины замороженной, размороженной ну и в общем у меня как бы стакан вышел маленькая чашечка голубая, ее там не видно она вот за этой кружкой там пара ложек осталось я с чаем допиваю и вот этот вот опять же стакан я что-то так забила в поиск телефона можно ли делать какое-нибудь печенье на фруктовом пюрешке внезапно делают правда там чисто банановое вот я сейчас хочу все полностью стабильно по рецепту сделать посмотреть что получится там сливочное масло обычно я сливочное масло убираю и заменяю его растительным каким-нибудь там кокосовым, виноградным, еще каким-нибудь но не пальмовым просто потому что у меня либо не находится сливочного масла либо я как-то его ну не очень ну и я думаю что лучше заменить а в этот раз у меня есть сливочное масло потому что я его как бы купила потому что покупала как бы два месяца подряд ну может даже не месяца но в общем третий раз уже вот этот год купила и что-то оно у меня как-то все уходило там макароны, еще куда-то а тут лежит я вспомнила, что у меня есть масло, которое лежит и если я про него опять забуду, то оно умрет решила, что вот раз там масло есть то я и масло добавлю ну и решила, что можно это записать как бы в процессе может конечно надо телефоном это управлять но я тогда не смогу увидеть, что у меня там я уже вырезать такой кусок не буду только когда переворачиваю ну и спрошу товарищей, вырезать или нет да кстати, вот эта вот чашка у меня тут прям горень посуды мне надо найти 90 грамм в смысле понять, что тут 90 грамм там-то на пюре я кушаю с банановым как бы делал этот человек вот эмомерный стаканчик, ой не помню говорила или нет, у меня там гора посуды я что-то все вчера начала мыть у меня там еще накопилось и в итоге я ни черта не сделала так, лак, лак, лак ложка бы такая где-нибудь была и есть внезапно у меня есть внезапно ложка нам, значит, надо я пока сниму его с аккумулятора состав, один пакетик бананового пюре я кушаю в нем 90 грамм ну 90 грамм пюре у меня тут и банановое не совсем одно крупное яйцо у меня как бы может быть не настолько крупное но они от домашних курят прямо мама моей подруги мне выдалась последний раз, когда у нее была вместе с подругой ее мужем вообще я у них там была последний раз, наверное на Женькино день рождения чуть более ближе к концу так, 50 грамм сливочного масла у меня тут как раз должно быть 50 грамм там даже еще останется два стакана муки надо будет ее достать две столовые ложки сахара тоже есть щепотка соли половина чайной ложки соды и жир для смазки противня но нам и жир для смазки противня не нужен у меня есть коврики для выпечки в общем это сайт Алимера я потом, если что, ссылку в инфобоксе оставлю на этот рецепт я его в заказке в телефоне засунула берем детское пюре можно сделать и просто на банане вот тут как бы хватит одного небольшого банана я не знаю на сколько у меня небольшие бананы были ну были пять вот таких бананов а в итоге осталось ой два в общем берем банановое пюре и выдавливаем в миску сейчас я возьму сначала мерный стаканчик узнаю сколько он весит и за фидачу туда 90 грамм пюре 44 так ну уже такое густенькое стало в одной ложке 39 грамм но иногда бывает меньше то есть мне еще придется это доедать ну тут 92 грамма учитывая что сколько это останется на стенках я решила что лучше вот эта штучка подойдет ну что хрен знает может моя глубокая миска салатник по какой-нибудь причине не покатит если верить рецепту до 25 минут это все делается вместе с отбеганием сейчас яйцо достанем посуды горязные прыгло посуды горязные прыгло хотя вот это вроде крупнее да вот я нашла самое крупное яйцо самое крупное яйцо вообще сейчас гляну как это выглядит я подозреваю что у меня там голову срезается капитально ну тут видно весы вот так наверное как раз вот там миска в которую я буду месить так и надо бы мне ножик какой-нибудь чем раздолбашивать то вах я не мыла яйцо я помню какая-то девочка очень переживала за меня в каментах описала мне по поводу мытья яиц мы туда задолбашили яйцо где-то у меня есть коробочка под скорлупу либо там домашняя курица ну два варианта скорлупы либо я ее измельчаю и посыпаю землю потому что типа это удобрение либо если получается вот внезапно в гости а у меня скорлупа а там курица то я беру скорлупу с совой так чего у нас дальше в общем раздолбали мы куриное яйцо масло взятое из холодильника режем пластинами и пускаем в миску в общем мне надо сейчас 50 грамм масла отмерить вот у меня соль понадобится автоп я так прослопочила эти свои любимые цветочки это этот гусиный лук желтенький тут один вроде еще как более-менее сможет вот здесь они выросли в саду в такой удобренной земле что они такие мутанты я у нас при точно увидела в одном месте но там у дома мне было очень неудобно брать думаю блин как это так вот я тут наклоняюсь а тут цветы у дома растут в любом случае хотя это цветы как бы они сами по себе растут короче мне неудобно было спать на потолке как обычно ну и это обычно в деревне в апреле едем на субботник но тут как-то так случилась погода с этой коронавирусом что субботник у нас будет в мае я свои цветочки конечно же не увидела вообще не помогают от апеллипсии ну конечно это дофига на цветочков чтобы они помогли так бумажечную салфеточку нету никакой за бумажечной салфеточкой надо идти ну ладно 47 грамм 49 грамм кто-то очень буйно орет не знаю в камеру слышно будет 42 52 грамма 50 грамм может мне это схватить пока оно еще не потемнело спали отсюда так в общем масло надо порезать кусочками зафигачить в миску ну тут кусочки как раз нет лосочка бля все таки мне интересно почему эти буйные люди всегда так орут напротив другого дома ближе к нему но в мое окно так иногда слышно я не помню монтаж по моему делала до последнего ролика до бокс здрав меня так разгрожали и хлоплить что пришлось наушники одеть и монтировать и монтировать в наушниках я бы штрафовала непонятно зачем орущих людей которые специально нару довольно громко в чем это я так понимаю по большей части орут как бы дети я понимаю сейчас 9 мая выходной у кого то там карантин но по моему эти дети должны к урокам готовиться а не орать под окнами как алкаши первостепенные масло слегка видать подтаяло так у меня тут полотенце я в него руки вытираю также добавляем 1 из 2 стаканов муки и соду окей надо достать муку у меня где-то было но если все готово заранее все эти ингредиенты конечно меньше времени действительно 25 минут плохо что у меня была мука такая забыла как ее звать такая хорошая пару раз ее покупала в магните она сейчас есть но без цены бесценная мука совершенно но когда ее не было а хотелось муки как раз сколько еще вводилось это хренатень с коронавирусом ну типа сидите дома особо никуда не шарахайтесь то я вот купила маку потому что больше ну никакой не было так если надо мне ой у меня же есть штука которая просеивает муку даже 2 хренатенины которые накладывают эту муку и стакан надо еще один взять так мука и сода сода ты где и надо чайную ложку подсох так ну мы сначала эту соду фига пнем сколько там этой соды то прикрыть окно шоли как они меня раздражают эти малолетские враты сидят на этой на качельке которая посередине территории между домами так получаем немножко соды не когда дети просто какие-то играющие орут ну как то не напрягает а когда вот специально сидят на этой в этом акустическом зале природном я громогласно вякают что-то не потому что у меня полдня голова болела они просто какие-то особо буйные в общем я думаю что тут половина ложки соды ну по моему это не сколько дети хотя хрен знает может и дети до 18 лет то еще дети что нибудь обязательно в каменах потом скажут дети святой жизни так ух ты кусочек масла вляпался думаю что это такое липкое такое что-то это масло сегодня решила похулиганить думаю что там липит ну масло ты сама напросила если я на руки намажу так так и теперь нам надо насыпать мука мука у меня есть совет писовочек а еще тот который идет с козелок а еще у меня была какая-то мука на которой было написано что ее не надо просеивать у меня тогда еще и не было этой фигни которая просеивает может быть что тут стакан так что там у нас я помню сюда и сюда проснись и пой пюре пюре положили яйцо положили масло положили осталась щепотка соли сахар и мука что-то мне кажется этим детям внимания от родителей мало достается иначе бы они так не ржали показательно громко так один стакан муки добавляем сразу а после сахара соль чем не асмр так со стенок свалились у меня подруга мамы когда я купил скайпе редко но метко спрашивает про мои эти кулинарные ну типа что я тут делаю и когда я что не говорю опять про мясо она мне говорит что надо приготовить тортик интересно печенье к тортикам относится так нам надо соль шепотка соли да там была тут сайт такой с кучей рекламы совершенно неудобный благо хоть она не застилает но не точек телефона как бывает иногда ну в смысле уже застилала один раз ну хоть не постоянно так щепотка соли ну такая бывает маленькая щепотка бывает большая это кстати бочонок из под гринмамы точнее из подмена который гринмама давала в подарок за заказ 100 лет назад так и сяхер я одно время попыталась сяхер заменить чем нибудь но финики допустим по гликемическому индексу выше чем сяхер ну и сейчас финики как бы не купишь у нас этот магазин с миндалем закрыт а последнюю упаковку что я у них покупала уже месяца три наверное назад как бы свежего привоза она такая парашная я так и не поняла этот лимонный привкус у некоторых фиников это тердыхнувшиеся свежие финики или что или сорт такой так что там у нас было две столовые ложки сахара так я вам взять так это вообще есть чуть-чуть так это может вообще самая парень так о есть ложка она правда десертная ну да я думаю что так как десертная возможно чуть меньше столовой то я вот с небольшой горкой он тогда с горкой другая с небольшой горкой не совсем горкой хотя вот не знаю на хрена тут сахар банановое пюре вообще очень сладкое оказалось а я с чаем пила сахар убираем так что у нас дальше у нас останется один стакан муки еще непонятно почему и зачем вот сахар и соль начинаем месить тесто добавляем муку еще один стакан ну сейчас сначала намесим ложкой так ложка-то чайная тут так загородила эта мука кстати хочу сказать спасибо человеку который мне уже три раза кидал монетку с моим именем Ольга Ольга, спасибо я вчера росла в магнит и купила себе шоколадку кстати я раньше очень любила шоколад крупской особой темный он внезапно темный оригинальный я правда никогда не замечала темный он или нет но вот такое ощущение что он чуть-чуть изменился там видно да у меня все-таки те очки на полдиоптри больше были я отсюда смотрю вообще ничего не вижу когда она мне нравилась я еще общалась с одним чуваком у него она тоже была внезапно любимая ну или он просто ко мне подкатывал чтобы я купила что-то у него любимая шоколадка и я много шоколада именно такого покупала ела однажды у меня было про запас куплено что-то на акцию какую-то попало и забыла про него но он пролежал конечно у него срок годности не на 100 еще вроде как не закончился но у одной был червячок прям в упаковке я раскрывала упаковку маленькая такая шоколадка особая была там червячок и я несколько лет не прикасалась к такому шоколаду вообще вот внезапно купила в этом году короче с 2013 наверное ну лет пять я его обходила стороной даже не тянула не знаю тут мне кажется второго то будет много этого стакана и еще мне кажется надо было перец яйцом сразу смешать вот за что не люблю эти супер рецепты с супер фотками там всегда что-нибудь забудут сказать бананчиком с красной смородиной пахнет так что тут у нас начинаем месить тесто добавляем муку еще один стакан а то бишь оно немножко другой конфистенции должно быть от готового теста отщипываем примерно одинаковые кусочки они размером должны быть примерно как грецкие орехи в скорбупе скатываем каждый шарик каждый шарик немного расплющиваем его так же рукой короче как обычно скатали и приложили ясно надо было мне этот рецепт до конца прочитать прежде чем я тут за все это схватилась как обычно это как на купете мне какая-то женщина пишет периодически ну там вообще разные пишут типа админы вот у вас тут нет фотки какой-то там в рецепте а там в рецепте ну как бы я же не все рецепты пишу специально чтобы айфатки надо типа добавить фотку в шаг я ее спрашиваю после того как она мою книжку вторую выпустила я потом ее тоже обозрю с комментариями как и тут обе с монитора ну в разных роликах это будут это пакетики из второй посылки от Никиты моя до сих пор ему так еще и не прилетела уже 22 дня как она от России отлетела в Японию я уже второе заявление написала на поиск ну как то вот с первого то она через пять дней сдвинулась а тут вообще где-то на этом я убирала это просто на антресоре и в шкафу и да все уфигачивала так это у меня тут лук зеленый вчера с сада но он такой интересный не тот зеленый который привычный зеленый лук немножко другой это фигня на которую можно что-то поставить горячее так надо мне сейчас сдвинуть все бай 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 ну и короче там типа как бы вот тогда ваш рецепт будет посещаемый я думаю ну а как бы не стараюсь чтобы у меня были посещаемые мне удобно чисто подписать чтобы потом вдруг залезть туда ой я это готовила на грамм как это было потому что как бы не помнишь думаю то что посещаемое я из фейсбука иногда перехожу стабильно перехожу из фейсбука на их рекламированные рецепты хресле кого и там в лучшем случае написано более-менее внятно как это делать в худшем случае вот вам ссылка на ютуб а может я человек какой-нибудь супер тупой у меня есть только вот этот кукпет с телефона я не знаю что такое ютуб я хочу тупо текстовый рецепт в общем так они меня раздражают еще больше работают не на качество а на количество то же самое с этой второй моей книжкой я вообще не поняла прикола столько времени потратила на редакт рецептов которые надо было отобрать и добавление фоток включая их в поиск у меня была кашка в карточке а в итоге вышло еще хуже чем в первом варианте в первом варианте хоть просто чепятки какие-то были но еще как бы можно скатить за то что первый раз это делается в этот раз я вообще не понимаю мне интересно что будет в третьей книжке которую они как бы обещают это не я под придиралить и еще что-то я считаю что если что-то делаешь то надо делать нормально если при этом ты затрачиваешь чужое время чужие временные ресурсы чтобы это было оправдано потому что книжки в бумажном варианте за четвертый марафон я так и не дождалась так же как рамочки с этой самой с грамотой которую они обещали на год рецептов тоже я как бы им не пишу потому что они мне ничем не обязаны ну то бишь я не такой человек чтобы писать по какой-то такой вот хрени но с другой стороны у меня доверие к ним и как бы мнение о них несколько ухудшилось масло тут конечно не размякло я думаю не из холодильника его надо было брать а мягким если у меня что-то меняемое все таки испечется я потом модернизирую этот рецепт и масло буду заменять на жидкое масло какое-нибудь растительное нам надо еще этот самый можно пока оно нам уже не пригодится берем стол протру только еще раз поверхность надо уже потом какой-нибудь влажной салфеточкой протереть влажной тряпочкой масло тоже можно убрать уже салфеточку так буду монтировать яну сколько времени это заняло это что там все тут не все сразу застало так и действительно эти 25 минут так как в советских книжках делают эти рецепции по большей части писали там без всяких особых пропорций без всяких особых уточнений какая муха да мне пару книжек тетя подкинула ну вообще было три но парочки были именно такие рецепты прям кукпет отдыхает в этом плане вообще хрен поймешь что как делать я тут двое суток как бы искала работу сказал об этом пока приятелю ну какая работа у блогера может быть вот такую искала из семнадцати посыланиями ну короче из семнадцати резюме мне только на одно мое ответили хотя попала на эти праздники забыла что в россии по большей части сейчас праздники но мне как бы в японии насколько мне известно у них четыре этапа проходит собеседование у нас япония потому что вы мне вроде как ответили согласились но послали в другое место где удобнее на их счет общаться ну я туда написала меня добавили закрытую группу где настолько все закрыто что даже не знаешь кто остальные 230 участников в принципе в каком-то плане хорошо потому что не обязательно знать с кем они сотрудничают но мне пока вот только бот ответил что типа вот то бишь меня как бы админ добавил в эту группу после того как бот не ответил ожидайте рабочего дня и освободившегося менеджера но пока вот ничего нету раньше я считал это воспринимать как кастинг я просто тупо хочу с кем-нибудь сотрудничать на постоянной основе нас уж внезапно мне так стало нравиться этим всем заниматься эти люди что-то такое вроде как даже получается я делаю тушеную картошку с говядиной на кости внезапно очень вкусно внезапно у говядины бывает даже жир похожий на сало ну по вкусу это говядина не сменена сначала думала можно еще не то продать короче очень вкусно а то не буду такими нежными как должны быть температура где-то сто семьдесят сто девяносто градусов не больше охренеть я подозреваю что сто восемьдесят лучшем случае зачем они пишут такое они же как бы понимают желаю этой багет напороться на самый дебильный рецепт который с виду будет охренительным чтобы там был что-то подобное чтобы она запорола кучу продуктов готовность проверяем зубочисткой и сразу же ставим чайник чтобы получать лучшие статьи подпишитесь на странице али мэра в яндекс зен ой меня так раздражать яндекс зен у меня такое ощущение что там скопление обделенных мозгом людей я таких и обделен людей с ограниченными умственными как бы сказать так деликатно людей обиженных природой не встречала даже в самых хейтовых комментах на ютуб у меня ли у других блогеров это вообще триндец в контакте одноклассников фейсбук и еще где-то там 2015 года этот рецепт он все еще жив комментарии вот надо иногда конечно читать каменты чаще в каментах бывает что-то путное больше чем в самом рецепте но тут по-моему это каменты просто как бы восхваляют в общем на 180 мы все поставим это в общем на 180 мы все поставим это не сломались а вот в этот раз тут даже масса не до конца раскреначилась может рукой это все делать надо еще в тесто так ничего на руки сейчас придется мыть так там еще вышел китайский ангуэнг 30 минут я подозреваю просто русский переводят как-то дофига медленно потому что уже две серии где-то одно ожидаемое либо хотя иногда китайцы выкладывают так шоу непонятно как у них это идет типа когда нарисовали так заизложили мне кажется я недавно похуже аниме смотрела но я название его прям не помню у меня там одна серия осталась досмотреть президентством совета горничная ну она на сладкое оставлена у меня так также одна серия оставлена в нелюбимом все никак не досмотрел так вот я подозреваю что это феерическая женщина не только забыла какой-то шаг указать но и сфоткать этот шаг потому что тесто у меня радкое но не похоже на то которое у нее с учетом этих двух стаканов учитывая что в комментах пишут что такой рецепт на любом пюрешке можно делать не обязательно банановым всем кто плохо ко мне относится пишет мне каменты всякие платья пытается сделать гадости и всем кто обсуждал меня на насиках сидя в этой форме на этом форуме в этой ветке я желаю вот таких самых непроверенных с виду вроде как крутых короче не точных непроверенных рецептов которые описались черная как даже если похожие рецепты есть я подозреваю что есть но чтобы всем попадались такие вот вообще как на сайтах вот этих рецептов печатают такое вот непроверенное ни по ничему ни в чё там тоже как на кукпеле чисто на количество идёт но как бы злепливается но мне напоминает тесто вот как бабушка делала на пироге дрожжевое только если в него много этого муки зафигачить там у нас мука которая не при делах там у нас мука которая не при делах вот вот хотя можно поставить на 190 и поставить на 10 что у меня эти 15 минут тут неудобно выделять тут или 13 или 17 я думаю у меня тут не один поднос будет по итогу просто так кажется я в интервью такую пет записывала когда говорил про эти непроверенные рецепты неправильно и не точная Но у них что-то как-то С этого места ничего не сдвинулось Все так же Хоть они сами поют, что должны быть рецепты проверенные Но заходишь к админу Какому-нибудь на страничку поющего Теоретичку проверенный рецепт Ну в смысле точно там все эти Точно в граммах и так далее А у него черточок Хоть бы своим примером Что-ли такое подавали У меня тут неделя была Не то что бессонница Но когда мне хотелось спать Было как бы еще рано Или надо было что-то делать Или еще что-то Или кого-то ждать Или ждать, чтобы потом что-то сделать В определенное время Получалось так, что сон в итоге сблибался И усыпала я В лучшем случае в 4 утра В лучшем случае в 7 Но иногда бывало из-за того, что тут Одно животное с ума сходило Вчера он мне чуть гордил Практически Ну как бы не уронил Она тяжелая Там плотно так стоит Но ощущение было именно такое В комнате Он нашел где-то шарик С нового года Я даже не знала, что он такой шарик у кокошу Видимо после того, как я смонтировала ролик О елке С обзором этих кухонных штук всяких И он главное сидит на кровати Что-то мякает И у меня кот там В мониторе У меня такой диссонанс был Визуальный Думаю, блин, два кота И какой из них натуральный Я сегодня довольно мало было на улице Но вот так получилось Завтра на картошке Наверстаю упущенное То есть Как бы она говорит В своем рецепте Что печенье должно быть мягкое Внутри Не пропеченное что-ли А можно, в принципе, все что-то сделать Потом побольше У меня какие-то больше занимают место А какие-то меньше В принципе, я могу не писать Второй бродивень на камеру Вот сейчас пока тут это сделаю Ну или наштампую его на решетку Пока делается первый Назовем это очередная проверка рецепта Хоть и не скуппет Я вообще хотела что-нибудь такое свалять Но что-то у меня все как-то И позарилась на это То, что оно тут 25 минут вместе с приготовлением делается Но мы сейчас напишу на камеру Всего тут 25 минут Кофейку вам Как обычно Маленькую еще Надо поплавить сюда Мне, конечно, потом в камерах Кто-нибудь очень вдохотворенный Выдаст, что я что-нибудь делала не так Люблю таких Или еще ролик Гринмама Говоришь Ну как бы Особенно те, которые давно смотрят Знают, что Гринмама покупает 2011 года за свой счет Ну один раз мне там Дарили как бы Подписчица Сертификат на Гринмама А так все за свой счет Ну и как бы Это вам на обзор Прислали ради рекламы? Конечно, конечно Когда прислали Гринмаму ради рекламы То в инфобоксе у блогеров Указывает этот самый Код на скидку Ну Как бы возможно Не все в курсе Но Блин Вот Видео говорю Что я сама там купила Да, вот для подруги Еще что-то Я не знаю Может, конечно И блогеры, которые То, что мне посылают на обзоры Они там Раздаривают Хрен знает кому Там вот это На одной подруге На подарок А на другой подруге На подарок Ну Я-то вроде как бы На таких блогеров Не похожа Короче Люди настолько Невнимательные бывают Надо други помыть Я поняла Я сейчас поставлю Это печься Отрублю время На камеру И помою посуду Ну Тут еще Нарин противень Не надо Вот Зафигачиться Натажение Пойдет в сад Так, вот оно у нас Пытается Поставить Среднюю полочку Электродуховка Верх Плюс Низ Плюс Конвекция 10 минут 190 градусов Сейчас освободить Удлинитель От Медленной Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- Я, конечно, процесс не запечатлел полноценным. Только что у меня закончила печь. Но я думаю, что можно подождать, пока оно слегка остынет. Чтоб оно дошло до этих 15 минут. Не знаю, с виду, вроде как местами поднялось. В крайнем случае, можно будет добавить минуты 3. Пеклось, напомню, оно у меня на 190 градусах 10 минут. Я пока на решеточку печенье закидачу. Я, конечно, не поднула посуду, я тут что-то лазала в телефоне. Узнала, что картошку сажать мы идем завтра в 2 часа дня. Ставила будильник на случай на 12. Ну, и раз мы сажаем картошку в 2 часа дня, то, наверное, завтра и цветов буду делать. По приходу. Чё-то я тут и каю. Ход приперся. Ход, у тебя там мясо вообще-то лежит. Говяжье. Не надо шарахаться тут. И в пакете нет ничего интересного мусорного. Там нет пакет с перерабатываемым мусором. Другой пакет с коробками всякими. В сад. На сожжение. И чё мы вводим. Кстати, тесто, правда, продолжает напоминать, как вот дразливое на пироги. Кишка. Иди сюда. Чё-то мясо не доедает твоё. Вчера ходил, лопил, ходил, лопил. И молока-то ему дали. И корм-то у него был. Пару раз повладили даже. Чё ходил, лопил, так и не поняла. Не надо сейчас ко мне лезть. Я тут есть. Ваяю. А ты опять своих волос везде носуёшь. Наливаю в чашку чай. Вроде всё нормально. Чистая чашка. Прозрачная, ну, хорошая заварка. Всё такое. Начала пить. Там волоса кота. Волоса кота, везде суща. Прям трансцендентно. Сказал кот. Святые жизни на качельке угомонились, кстати. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Тише, не надо пытаться открыть дверь, а? Вот что ты за хулиган такой? Что ты делаешь? Уйди, откуда? Иди лучше на балкончик. Ну, это тоже уже угодно. Ну, подожди немножко, я доделаю тебя, поглажу. Иди в шарик свой поиграй. Очень надеюсь, что оно будет съедобно. Что выводим-то всё, а? Надо это как-то уместить сюда всё. Я сегодня поняла, что готовка еды – вкус еды. И удовольствие от всего этого напрямую зависит. Будь здоров, Тише. От этой самой... От техники кухонной, либо же вот от посуды правильной. Вот сковорода, которая тут все время в одном обозревала. Вообще отличная штука. В ней даже фасоль очень вкусная, тушёная получается. Тише, ну вот что ты делаешь, а? Ты зачем это делаешь, а? Если тебе скучно, поиграй своими игрушками. Я не понимаю, как люди кайф получают с животных. Может, конечно, у них какие-то иные животные, типа как тушевая игрушка, которая жрёт и копит. Но это вообще трындец. Знаете, какие-то давно меня уже не обсуждают, но они бы, наверное, прошлись по моим жалобам на щётках опять. Я думала, что они пройдутся по поводу этой кнопки, которая у многих тех, кто не умеет радоваться, а у других вызывала попоболь. Но у меня, кстати, только один спонсор в этом плане до сих пор. Тише, ты зачем хулигаешь, а? Ешь, давай, не выпендривайся. Кстати, надо упомянуть спасибо моему спонсору, который поддерживает меня на среднем уровне с ником Горбушкин. Если вам хочется сказать каким-либо образом спасибо и получить доступ к стримам по ссылке, и они будут, если будет больше трёх человек, пока один, к чатикам только для спонсоров в этих стримах, либо, чтобы я упоминала ваш ник или фео на раме с Горбушкиным, и вы могли задавать мне какой-нибудь запрос, либо нам обвинять Люля, ты там это обещала, макаронную машину усвоять, но никак всё никак не сделаешь монтаж. Вот Горбушкин тут заказывал. Или же даже хотите АСМР пару раз в месяц, то можете тоже стать моим спонсором. Ссылка на это самое дело в инфобоксе, для тех, кто не видит по какой-то причине, или не может нажать на кнопку, которая под каждым роликом и на самом канале теперь появляется, по-моему, голубая кнопка, на ней написано спонсорство. Наводя мышку, вам Ютуб говорит, вы можете стать спонсором этого блогера, либо этого канала, как-то так. Вот тут уже осталось побольше чести мелочь всякая и мука, и как-то это надо сжать. Вот так-то интересное тесто, но в следующий раз я буду делать с жидким маслом. У меня там есть ещё немного виноградного. Есть ещё арахисовое, которое я ещё не открывала. Есть ещё мистер Рика, целая практически полная банка. И есть ещё половина бутылки, ну, где-то пол-литра кокосового масла. Но его надо будет растапливать для этих целей. Но виноградный, рафинированный, на нас, люди, это вообще какая-то сказка. Его не ощущаешь, но без запаха, только с цветом. Но практически, по-моему, даже и без вкуса. Я потом себе куплю, когда у меня закончится хотя бы половина масел, которое сейчас есть. Но, может быть, арахисовое тоже будет примерно такое же, если не данное. У меня даже ещё немножко есть нерафинированного арахисова. Вообще, у меня для самой себя предложение, то, что тут не убирается, не получается собрать, просто потом на отдельном противне высыпать и запечь. Вот так сделаем. Вот так. Сейчас мы это достанем. Прихваточка надо взять какой-нибудь. У меня есть прихваточка от подписчицы Лёли. Очень хорошая. У меня. Ничего такое. Интересное. Надо только его гонять переложить. Сюда пока поставлю. Ну, а это я поставлю на 13 минут. На ту же температуру, хотя оно тут слегка поменьше по размеру. Ой. 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 Вот буквально минуты-полторы назад у меня доделалось второе печенье. Я даже пост в инстаграм уже запилила. Я одну печеньку хомячила. Сейчас мы это достанем. Ну, наверное, скорее всего, по суше будет. По крайней мере, мне так кажется. Надо хорошо прихватка. На самом деле, я всю эту хрень замутила чисто из-за того, что мне лень было идти в магазин, покупать какое-нибудь печенье. Ну, я и давно хотела какое-нибудь печенье сварить, но сидела, мне хотела что-нибудь к чаю. А с пюре просто вот есть неохота была. Чай со смузи, блин. Так. Но покрепче. Хотя, надо было из этого всего скатано. Вот тут мелочь какая-то осталась. Ну, это... Ну, может, совсем чуть-чуть посушу. Так, пока вот еще не остыла, непонятно. Может, даже... Ну, чуть более... Темненькая, чем... предыдущая. Более поджаристая такое. Если это можно назвать поджаристым. Уж эти ничего такое. Ну, в следующий раз я попробую с этим самым... С маслом жидким сделать. Ну, с растительным. Кружки всякие. Не буду я, наверное, это ничего с этим делать. Сейчас я еще даже гляну, как оно выглядит на картинке тут. Так или не так. Может быть, потому что мадам у нас держала 15 минут. И что-нибудь да забыла указать. Потому что оно... Ну, как-то более поджаристое. Больше у него смахивает на булочке, чем у меня. Не думаю, что это из-за того, что у меня там не только банановое пюре было. Ну, что не только банан. Вот печеница моя. Так что, люди, если у вас вдруг внезапно случилось лишнее количество фруктового пюре. Оно же смузи, если оно такое там густенькое такое. Ну, думаю, смузи практически фруктовое пюре. Иногда бывает жиденькое, иногда бывает супергустое, как вот у меня. И вы не хотите его выкидывать. Ну, как бы, чего его выкидывать. Точнее, у вас оно не лезет, по-русски говорить, если... То можно сваять печенье. В следующий раз я попробую делать на массе уже растительном. Ну, и тоже эксперимента ради за видосю. По крайней мере, постараюсь включить камеру, когда буду делать уже на растительном масле. Всем спасибо, кто осиделся и ролик до конца. Спасибо тем, кто смотрел рекламу в этом видео. Наверняка она будет. Или, в крайнем случае, в самом начале ролика. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok